Тамара Николаевна проживает в доме 127 по проспекту Победы с момента сдачи его в эксплуатацию. Уже 44 года. За это время, рассказывает пенсионерка, замены стояков не было ни разу. Во многих квартирах трубы находятся в аварийном состоянии. Тамара Николаевна затопила соседей снизу. А потом пришли сантехники, расшивайте. Мы расшили всё это. А расшили с трудом просто всё это. Они посмотрели, все трубы гнилые. Ладно, мы придём к вам, говорит, 8-го числа. Это было в пятницу. Придём мы к вам 8-го числа и заменим вам трубы. Надо платить 6 тысяч за две трубы, вот эти основные две трубы. Сантехников в обещанный день Тамара Николаевна так и не дождалась. И когда коммунальщики придут, менять трубы неизвестно. На этом проблемы в доме не заканчиваются. Жителей беспокоит ситуация с подвалом. Помещение затоплено. Затхлый запах из подвала проникает в квартиры. В доме огромная влажность. По словам жильцов, порой уровень воды в подвале поднимается по колено. Людмила живёт на первом этаже. Женщина рассказывает. Не раз обращалась в управляющую компанию, но на жалобы коммунальщики не реагируют. Горожане обратились к депутатам. После этого управляющая компания провела ремонт. Правда, по мнению жителей дома, работы сделаны не в полном объёме. Ремонт отмостков нам сделали, но гарантий на них тоже нет. Нам обещали, что вся вода в подъезде – это из-за того, что течёт с улицы через отмостки. Сейчас в сентябре этого года сделаны отмостки, и вода вновь туда же поступает. То есть какое качество ремонта и какой гарантии этого ремонта у нас никакого нет. По мнению жильцов, проблему надо решать в комплексе и латать ещё и трубы. Людмила сняла это видео уже после ремонта. В подвале стоит вода. Женщина рассказывает, коммунальщики на место не вышли, а съёмкам не поверили, сославшись на то, что это старые кадры. В течение всего съёмочного процесса мы вместе с жителями пытались дозвониться до техников. Трубку никто не брал. А после обеда никто из рабочих не вернулся в мастерскую. В офисе управляющей компании с нами общались неохотно. Однако всё же пояснили, по их мнению, после ремонта проблема с затоплением подвала была решена. И всё равно там происходит. И всё равно. Так что мы сегодня постараемся... Хочешь управлять, что я нет. Уже во время подготовки сюжета нам позвонила директор управляющей компании и сообщила, что действительно в подвале стоит вода. Уже завтра туда пообещали направить бригаду рабочих и провести гидроизоляцию цоколя. Ольга Маркова также отметила, что сейчас разрабатывается проект ливневой канализации, которая должна будет отвести потоки воды от дома. По мнению коммунальщиков, это поможет решить проблему. Мы будем следить, выполнить ли управляющая компания своё обещание. Алена Колчина, Сергей Павлов. Новости.